Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 10. Вопрос 2341. «Что помогло вам устоять, когда против вас шли статьи в религиозных журналах, когда и свой архиерей душил вас смертно? И что было бы, если бы вы их послушались и принесли покаяние пред ними во всем том, в чем они хотели одержать победу?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Полная наша доверенность Богу и Слову Его. Отступить от Библии значило погибнуть. Архиереи-то истинного православия и не знают, и не нюхали. Они знают Никоновскую реформированную кухню. А я зову их к апостольскому огненному служению. Они еще до пятой главы «Деяния апостолов» не дочитали и на второй главе не побывали. Нам очень сильно помогла наша стойкость. Мы никуда не подвигнулись и всех все время поднимали на молитву. И о наших бедах знал весь мир. И Бог коснулся сердца нашего архиерея и совершил из чуда, которое все еще по сегодняшний день продолжается. Епископ наш сам стал за русский язык. Но нет у меня никакой уверенности в нем, как и в наших двух батюшках, в отце Иоакиме и отце Александре Желтухине, теперь живущем в Потеряевке, что епископ устоит в уже достигнутом им. Потому что даже если будет объединение патриархии с зарубежным синодом, они в первую очередь сойдутся на 100% в обязательнейшем служении только на непонятном народу церковно-славянском мертвом языке. И вот тут все может снова повернуть вспять, если наш архиерей не возлюбит Библию, как любил раньше мертвый язык церковный. Похоже вопрос уже отвечен в 8 томе вопрос 2167. Цитата 30 января 1995 год Здравствуйте, Игнатий Тихонович! Шлю вам Божье благословение! О, если бы оно образумило вас! Увидал пачку бумаги, ну думаю, наконец-то заставил Игнатия ответить. Читаю, читаю, нет ответа. Новая ложь! Жидовское верещание! Ответьте, наконец, хоть на одно письмо. Предыдущее письмо я написал перед поездкой и не успел отправить. Простите. Вы не понимаете ни меня, ни моего служения и все беседуете со мной вымышленным вами. О делах в других епархиях судите, не зная сути дела. Письма на 12 страницах полно хвостовства. Примеры приводятся не по теме, а попутные. Пишите, что у вас по самовнушению полегчало на сердце. А ведь это способность присущая бесстыднику. Я же горюю все тяжелее о вашей беспросветной прелести. Болит голова, глаза, сердце, желудок. При этом вы твердите, что это я вас бью. Но надо же, какое одолжение. Он подписал статью и мне соизволил прислать. Если бы только мне, разве были бы угрозы прещения? Ведь вы мне, я-то слышу в глаза высказываемые мне гораздо более горькие упреки, ложь, претензии. Вы тысячам разослали яд обновленщины. У меня Евангелие на церковно-славянском одно, на престоле. Сколько сотен уже тысяч я на своем горбу перетаскал, чтобы раздавать бесплатно Евангелие на русском языке. Сколько часов я простоял, проповедуя в храме, в школах, в тюрьме, в домах верующих и неверующих, проповедуя на русском языке. Как же вы можете свою ложь сдобрять выдержками из Писания? Прошу вас все же ответить на мой указ и прекратить свое многословие. Это не моя прихоть. Я должен исполнять церковные уставы. Я принимал архиерейскую присягу пасти овец, и только пастырским долгом продиктовано мое письмо, чтобы вас, приходы Барнаульские и Потеряевские, вернулись из заблуждения горделивого. Себе не доверяя, не принял самостоятельное решение, но обратился к собору епископов, стоящих в истине. Вы хвастаете встречами с митрополитом Виталием и гневаетесь на меня, что я к нему хочу обратиться как к старшему, опытному, стержавшему молитвенный дух. Как вы считаете себя стоящим в истине и постоянно противоречите сами себе непоследовательны, хвостливы, горды? Как можно муку переписки с вами не отвечающими, передергивающими считать прихотью? Не было бы заботы, боли за вас, разве бы я вызывал ваш огонь на себя? Если бы не забота о церкви, какая сила меня заставила бы согласиться на епископство, которое лишило меня всего, что только может приносить отдых, отраду, успокоение на земле? Ведь я добровольно всего лишился, а вы по трафарету шпарите. Вот и ложь да ложь, образумьтесь. Владыка Даниил, зная наизусть греческий подлинник, дал исчерпывающую справку. Кто из владых, что имел добавить, высказались в мнение, выразили без голосований, которое вообще не практикуется на соборе. Может быть бывает, когда в исключительных и подходящих случаях. Путь к соборному решению лежит не через большинство голосов, а к поиску истины. Неоднократно архиереи оставляли свое мнение, если пусть и самый младший предлагал свое мнение более верное. Про добавку к символу был разговор в Потеряевке еще до того, как я услышал ее на богослужении. И вы или отец Иаким сказали мне, что мол в округе и на месте усадьбы были старообрядцы, что и сейчас они есть в общине, поэтому есть просьба оставить истинного. Я обещал вынести этот вопрос на собор и выполнил обещание. Вы мне ставите это в укор. Нечестно, неверно, по-коммунистически. Да как же с вами дело иметь? Не по сей ли причине многие прекращают переписку с вами? Об этом вы сами говорили. Вы же не отвечаете на письмо, делаете пристрастный критический разбор. Критика полезна. Пристрастие греховно. Переписка без слышания не принята. Бессмысленно. Неприятно, простите. Бессмысленно. Серьезный вопрос сможете ли вы... Серьезный вопрос. Сможете ли вы заставить себя слышать и понимать окружающих? Я хотел узнать, почему предыдущее письмо вы прислали, как и не мне, а придуманному оппоненту. Но вы мне в ответ, то ли иронию, то ли похвалу пустую, Гамалиила еще помянули, писал, что вы выхватываете кое-что по личным соображениям. В ответ вы, не делая анализа своим письмам и статьям, отфутболиваете эту фразу против меня. Ваше слово традиция в большинстве случаев видится как гроб, как старообрячество. Но ведь традиция – это начало и конец воспитательного процесса. Это перечень и состав книг, вошедшие в Библию. Это частная и общественная молитва. Это религия. Это все, что отличает человека от животного. Это память человечества, соединяющая его с Творцом. Только искаженное нововведение отступничества, входящее в привычку, есть порочная традиция, цитата, от начала же не было так. Христос обличает фарисеев не за сохранение традиций, а за подмену их. Заповедано так, а вы подменили. В вашей же интерпретации, когда традиция вам не нравится, тогда это гроб. А если нравится, то взять ее можно где угодно и из сундуков старообрядцев, имя которое вы в нужном для вас случае употребляете как страшное ругательство. Ваша тема-то о смирении беспроигрышная, да и поиздеваться позволяет над ревнителями Христовой истины. Да, тема беспроигрышная. Это первая заповедь блаженств, без первой ступени других не одолеть. Без смирения христианства не существует, а может быть лишь обман, антихристианство. Смирение – это сущность явления в мир Спасителя. Каким иезуитским способом можно противопоставить ревность о Христовой истине, смирению первой христианской добродетели? Только исказив истину, гордость в любом случае – это искажение, преступление. И потому, гордому Бог противится, смиренным же дает благодать. Пересмотра положения о перекрещивании вы можете добиваться лишь одним путем. Вновь заставить меня поставить этот вопрос перед Собором, покамест ни в коем случае не допускать своей воли. Правило вам такое. Крещенных обливанием с троекратным возливанием воды и призыванием имени Святой Троицы не перекрещивать. Особые случаи представлять на мое усмотрение. Это мнение, которое может изменить только равный или больший Собор. То же самое о русскоязычии. Меня этот вопрос касается больше вашего. Однако, недостатки не устраняются, а усугубляются беззаконием. И свое мнение я не считаю правилом, превышающим Соборное определение. Посылать в потеряевку людей на проверку или для закалки идея не моя, или ваша, или отца Иоакима. Приехал некий человек, просил послушания. Посылаю к вам дать полной характеристики с печатью, не имею права, не зная человека. Вам подавай испытанного и проверенного. В такой помощи не нуждаюсь. У себя пристраиваю всех по возможности, хотя и трижды уже обкрадывали. Впрочем, до того, как вы определитесь, кому подчиняться, своей ли воле или церкви, которой я принадлежу, у нас не будет никаких взаимоотношений. Навязываться вам не желаю, а вы никак не можете остановить своего потока подозрений, что какая-то корысть моей опеки над вами – это моя обязанность. Неужели вы допускаете мысль, что совершенный компьютер, в который очень легко ввести программу с заповедями Божьими и церковными канонами, будет правильнее отвечать на вопросы, чем простец христианин, имеющий сердце сокрушенное и видящий все множество своих грехов? По вашим писаниям, это так. Епископ Евтихий написано 17 января 1995 года. Далее Игнатий Тихонович комментирует. Не хочется комментировать, чтобы не задеть тщеславие епископа, тем более, что он серьезно болен. Конечно же, простец, знающий только свои грехи, есть пенек неотесанный, он глуп и ничего не ответит, а компьютер даст тебе абсолютно точный ответ. Архиереи страшно боятся образованного народа и жмут на исповеди причастия, им абсолютно претит видеть кого-то в знании рядом с собой. А уж если кто-то вперед вырвался, то и по смерти такого будут проклинать. Псалом 36.10 Еще немного и не станет нечестивого. Посмотришь на его место и нет его. Нам здорово помогла эта неразбериха с объединением. Сплошная катавасия и им пока не до нас. Потом они и с нами снова начнут разбираться, откручивать головы. А пока что там неразбериха между собой, у нас как раз среди этой туманной истории с объединением и вышли все труды. Теперь уже все позади и мы молимся, чтобы только не умерло начатое пробуждение. Люблю математическую точность, чтобы вызвать удивление и страх. Насколько мудро, выверено, прочно, хотя все видимое – скоротечный прах. Насколько буковок священное писание рассчитано на главы и стихи, для красоты наш череп скрыт под волосами, фиксируют рекорды у блохи. Все наши кости, жилы, плоть и кровь подсчитаны, занесены в реестры, уменьши на молекулу, и тем разверзнешь ров, и на бессмертное легко поставишь крестик. Один Господь, Он и Его восущий, у нас одна душа бессмертная и тело, и жизнь всего одна. Стон на навозной куче, их нужно сохранить, в проект войти умело. Три на земле, и три всегда на небе, Отец и Сын, и Дух Святой вовеки, и этот Бог дал Библию, не требы, вершат историю герои, не калеки. Подсчитано количество святых. Конечно, не по спискам в лжерегистратуре, следы беспутные погибших и слепых, молитву воскуряющих и тех, кто курит. Нам три окна варварины известны, Евангелистов четверо, а остальные ложны. Одна Христа Голгофа, к ней доберется честный, Там два меча, навек заправленные в ножны. Цветут однажды вешние цветы, Осемененные евангельской вестью. Из них нам мачты, дивные кресты, Пыльцою слова опыленный крестик. Нам 70 отпущено годов, Неплохо бы еще добавить 7, Но со скалы Орел подняться ввысь готов, Мы отойдем. Но как, когда и с чем? 30 июля 2004 год, Игнатий Лапкин. Уважаю ее и стараюсь, чтобы люди сами могли сделать вывод. После этого с этим нашим епископом произошла практически катастрофа. Он еще когда там были на съезде, на соборе, там за рубежом, и батюшка, отец с кем был, и он говорил, никакого объединения, даже говорить не надо, и друг утром все перевернул по-другому. На него смотрят как будто другой. То есть скорее вписаться там, где по-другому будет. Но я же не хочу сказать ради кормежки. Он очень бедность любит. Но дело так. Всех поразил буквально. И когда этот собор объединений был, наш там Виктор Андреевич был, Яковлев, врач, и он рассказывает, на магнитофон не разрешали ничего записывать, ходили по рядам, смотрели, набирали. Я надеялся, что это за кулиса. Значит, она была не как-то при помощи президента Российской Федерации Путина. А у них что? Да совсем мало людей остается. Надо скорее вписать эту патриархию. И вот он чего говорил? А мы-то как раз и остались единственные, которые ни с места не сдвинулись. Все, что он говорил, все против него и обратилось. Так речь-то шла в языке, всего лишь в языке. И как-то батюшка приехал, смотрит, там сидят, священник, там кто, дьякон. А где-то там в архиереи или где, один слушается архиерея, что-то заупокойное там. А почему? Ну, потому что он, говорит, перевел на русский язык. То есть то, что он говорил против русского языка, против него все и обратилось. И вот сейчас мы, как бы, уже равны, пять лет он оставался еще у нас епископом, когда, ну, как бы, переходной период, там мы ни с места не сдвинулись. Но когда ездили в миссионерскую поездку, у него останавливались там. Получали благословения, ночевали, по-хорошему все, как будто никогда не было. Но это я оставил показать, какие метаморфозы могут происходить в человеке. Вот там люди приходят, знают традиции. Ну, традиции женщины в штанах ходят-то. Но когда это была традиция? Да возьми один вопрос, реши. Реши, чтобы ты ни одна прихожанка больше нигде не была в брюках, в штанах мужских. А мужчина, чтобы никогда не носил юбки, все, не получится. Никаких традиций нету, все сломали. А у нас все это соблюдается. И поэтому мне легко было разговаривать, а он с чем-то недоволен. Было это, никакой роли не играет. Человек сегодня один, а завтра он может быть другой. Поэтому я письма и лжесвидетельства на суде были все опубликовал, не скрыл. И они остались. Так это против вас. Э, нет. Это так. Рассуждать тогда вообще ничего не надо. Ну, вон-то жила добра по тем временам. Ну, и вот так и осталось добра. Теперь пусть он сам на это смотрит. У меня одна зашла на форум. И она называлась Адарка. Адарка, это, видимо, что-то такое придуманное. И она как начала. Это сволочь. Это Даниил Сысоев. Гадина такая падла. Падла. Туда ему и дорога. Я все это оставил, не убрал. А помолился о ней. И рук что с ней было, я не могу отвечать. Она начала исповедоваться передо мной. Что у ней в жизни было. И как она написала. И просит, умоляет, плачет. Уберите, что я говорила. Я сама гадина такая. Как я могла сказать? Я не отвечаю. Это мой ресурс. И она, наконец, добилась выхода на нашу администрацию. И через нее начала пытаться киской подписываться. Киской. Как кошка какая-то. Уберите, уберите, уберите. Вот понимаете, люди говорят, не убирайте, а тут уберите. Я знаю, что у Бога все по-другому. И она так и не добилась, так у меня все и стоит. И она исчезла. Я знаю, что оставить. Вижу, так, за деньги там он ляпает, грязь скидается. Этому убрать надо. А когда по-другому, то возможно, что он через это придет сам. Вот говорят, я был на одном тут съезде, или как назвать, с коммунистами. И вот они решили тут памятник Сталину поставить. Сталину. Хоть один в Барнауле, а было много их. Насчитали там, допустим, 2000 с чем-то. И ни одного нет. Все убрали в одну ночь. Где зарыли, никто не знает. Они везде копали-копали. Там на пустырях. И нигде нет. Это же огромные памятники были. Хрущев зарыл его. И вот здесь. Сегодня он такой, а завтра будет искать, какой я был. В чем я еще не покаялся. Поэтому обвиняют. То другое. Надо нет памятники Сталину ставить. Меня спрашивают. Ну а как вы думаете? Вы же вот претерпели. Вы лагировали. Я говорю. Вы коммунисты. Вы хотите? Конечно. Ну и дайте им возможность эту. Их силы-то пойдут не за оружие брать. Ну пусть они там будут. Хлешатся около того памятника. В этом написанном. Сатири. Господи. Не порази их. То есть чтобы были свидетели этого безумного мучения. Сатанинского. Вот и все. Ну я сказал. Я не настаивал. Ну сказал. Не трожьте их. Не трожьте. Где-то во дворе они хотят поставить. Ну и пусть они во дворе там хлешатся лбами в этот памятник. Нам-то какое до них дело. А теперь когда все стало известно. Выпускает на Алтае огромные книги. Репрессированные. Реабилитированные. Том за томом. Вот теперь их мы подтащим к памятнику. Это ваши работы. Вы одобряете этого людоеда. Вот смотрите-ка. Так что не спешите сегодня давать ответы на вопросы, которые вам. И меня сильно упрекают за то, что я говорю о нервеадисах. Да кто такое, знаю, потеряю, купоедет? Это Валентина Павловна у нас в Коне выговорила. Я говорю, Валю, успокойся. Господь рассудит. Отчая при этом мы другие. Не надо. Должны быть такими, какие есть. Вот так. А вот начинает хвалиться то другое. А это я знаю, кто говорит. У которых ничего за душой нет. Апостол говорит. Я более их всех потрудился. Я более был в опасности. Более в гонении. Более. И почему он все я-я-я говорит? Потому что так и есть. 2.18 якобы. Покажи веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру из дел моих. Вот на этом я стою, когда седаю здесь. Я думаю, надо заинтересовать и привлечь. И показать, что в настоящее время можно делать. По любому вопросу можно. А эти люди, у которых никого нету, ни друзей никого, они совершенно одинокие. То есть наследия нет. Духовно не родили никого. Мне архиелек как-то говорит. Вот вы сдали свои тут книги. Там какие они? Где он там, вышим это? А мы, говорит, отдавали год назад. У них маленькая как бы типография. Книги эти там у них стоят на полках. И дали сообщение из библиотеки. Заберите книги. Ни один человек их не считает и в руки не берет. А мои книги положили. Я только еще записываю их. А покупатели, клиенты, считатели, по рукам. А библиотекарь говорит, да подождите, я хоть запишу. Потом запишите. Он скорее к выходу, чтобы мне отобрали. Вот я говорю, так что вы лучший пиопонозатворник. Игнатий Вреченинов, то есть налепляет на меня. Я ничего этого не говорил. Я же не запрещаю вам их распространять. Почему вы мне запрещаете говорить то, что Дух Святой положил святым отцам и в деяниях апостолов? Вот так. А потом, Махерета... Ой-ой-ой. Где-то он пишет. А вы знаете, вот вы обвиняете Игнатия в неправославии, как будто другой совсем. Епископом говорит. Вам никогда его в этом не обвинить. Он суперправославный. Вы знаете, мы как-то ехали с ним вместе. Я в скуфейке своей. Голова замерзала. Игнатий снял шапку свою и на меня надел вместе со скуфейкой. Вы представляете, какая у него голова. И не мерзнет. То есть, я когда к ним приезжаю, я многому научаюсь. И спиртозношу. Это его же слова. Они тоже попадутся. И потому... Я говорю, что 13 лет у нас он был архиереем. Да еще, наверное, 5 лет, если очевидно туда добавить надо. То мы очень благодарны ему. Он нас терпел. Я ему сказал, когда-то день общины был. Я говорю, мы благодарны вам за то, что вы нас не задушили. Не убили. А он так глазами смотрит. Как так? Ну, я ничего не стал больше говорить. Это главная благодарность. Вложить новое свое он не вложил здесь ни копейки, ни мысли. Ничего его не было. Но, когда вот это, когда нету батюшки служения, так называемое апостольское, я ему дал на рассмотрение. Он посмотрел. Да тут все как надо. И то есть, вот это было. Одобрение не задушил. И когда за рубежом было голосование, у них там избирали епископов. Мы все голосовали. Ну, и обязательно 5 епископов за, против. А когда кандидатуру отца Акима предложили, конечно, при условии, что матушка уйдет в монастырь. Я говорю, на один монастырь хоть меньше будет. И вот он на вокзале, там мы вышли во двор. Он меня уговаривает отца Акима, чтобы он согласился быть епископом. Я говорю, я могу только уговаривать, чтобы никогда не соглашался. Никогда. Потому что быть тем, кем он есть, вы ему не дадите. Сразу задушите. Так лучше не быть там, чем считаться растригой. Вот так отрошел пока. В конце жду не расходитесь, кому это интересно будет. Будет рождаться один полезный ролик о молитве о нас с вами.